Конечно, вы все знаете обаятельных ведущих вот этой программы, Анну Квилорио и Мариану Муренкову, но что же им позволяет оставаться такими бодрыми в эфире и вставать так рано? Нам в этом поможет разобраться двухколесное транспортное средство. Евгений, здравствуйте! Вы чемпион страны? Мира! Двукратный. Жень, а почему у меня какой-то детский велосипед? Да, это не детский, это настоящий профессиональный спортивный велосипед. Есть несколько положений посадки, есть более агрессивная, это за низ руля и более аэродинамичная считается. За верх руля, за ручки более такая езда лайтовая, в комфортном режиме. Ну что, попробуем? Да, да. Как на нем ехать? Он же какой-то другой. Ой, не достаю! Преувеличили слишком сильно мой рост, конечно, я понимаю. Я только носочками, только благодаря своему балетному образованию. Мама! Мне бы пуанты сюда, я вам так скажу. Как затормозить, мама! Перспективы есть? Безусловно. То есть сразу сесть и поехать на спортивную велосипеде, это уже достойно. Где мы и что мы здесь делаем? В общем, мы приехали в одну из частей парка Дружбы Народов. Он находится недалеко от площади Бангалор и недалеко от моего дома. Я всегда в программе «Добрая разница Беларусь» говорю, что я здесь бегаю. И это одна из частей моего пути, когда я катаюсь на велосипеде по выходным. Да, вообще я проезжаю где-то около 30 километров. Я в детстве очень хотела велосипед, но родители подарили старшей сестре. Когда что-то мне было недоступно, я очень сильно это полюбила. И вот до сих пор люблю кататься на велосипеде. Правда, получается, это не часто, потому что не всегда есть время. Потому что мы рано встаем на «Добрая разница Беларусь». А я люблю утреннее время суток. Еще мало людей, еще только просыпается природа. Мне кажется, это по-особенному как-то философски. Особенно в этом районе, потому что парк Дружбы Народов, именно эта часть, она очень красивая. Здесь растут, мне кажется, я знаю каждое дерево. На самом деле, здесь даже утром можно встретить зайцев. Это тренажер? Да, на велотренажере. То есть основной принцип, здесь нельзя останавливаться, постоянно нужно крутить педаль, чтобы держать центр равновесия. Что делаем? Ставим велосипед на роллер. Прямо вот так? Да. О, смело, смело. Да, и держать, рулить надо. Надо рулить, держать равновесие. Это же нереально. Нет, ну если чемпион мира тебя придерживает, так оно и нормально. А если без него? Без него мы можем рискнуть, но, наверное, не нужно. Не рискуйте. Тренажерку сегодня можно не ходить, да? А это мы крутим еще на самой легкой передаче. В принципе, если поставить потяжелее, то будет немножко сложнее. Еще передачи какие-то есть? Да, да, да. Здесь большой набор звезд. У меня одна передача. Доброй ранец, Беларусь. Здесь очень спокойно, здесь красиво в каждое время, вообще в каждый сезон. Получается, тебя вдохновляет природа, окружающий мир, да? Нет, то, что меня вдохновляет природа, птички, которые поют, вообще это не для кого не секрет. Мне кажется, любая женщина, любой человек хорошо восстанавливает энергетический баланс, именно находясь на природе. Для меня отдых – это смена деятельности. Я не могу отдохнуть, если я просто, например, ничего не делаю. Я, наоборот, больше устаю. Но для некоторых непостижимо. Ты встаешь же вообще рано. Да, в 3 утра. Это ужас какой-то. Нет. Я всегда всем говорю, что я люблю свою работу, потому что никто не может так рано похвастаться, что так рано встает. Ну, нет такой надобности, да? А мы встаем, мы видим, как город просыпается, мы можем... Знаешь, вот я не могу передать это ощущение, когда ты очень рано просыпаешься, очень рано. Когда еще даже птицы не проснулись. Это какая-то такая хрустальная тишина. Фу, 2 минуты, а просто... Ну, я не знаю, как это делать, честное слово. Жень, в какой момент вы решили, что вы хотите свою жизнь не связать именно с этим спортом? Оно само собой так получилось. До этого я опробовал и борьбу греко-римскую, и питание молота, и футбол. И потом, да, пришел на велоспорт. Мне очень затянуло скорость, адреналин. И я остался в нем. Будут теперь болеть исключительно за вас. Ну, попробуй разобрать свое первое выступление на велотреке. Как ты его оцениваешь? Давай по шкале от 1 до 5 начнем. Это, конечно, трудно назвать выступлением на велотреке. Это, скорее, выступление под велотреком, а конкретно на тренажере. Но даже на тренажере, я скажу, это очень сложно. Я реально не понимаю, как ребята вообще с этим справляются. Я преклоняюсь. Сейчас я познала, что такое велотрек. Это очень тяжело. Ребята, вам мой респект. Так, у тебя велосипед, ты мне говорила, что у него есть имя. Да. Как так случилось? Я вообще очень люблю фиолетовый цвет, все его оттенки. Это, ну, такой фукси фиолетовый, я не знаю, как правильно назвать. Ну, в общем, он близок к этому оттенку. Я называю его Филипп. Нет, вообще, ты молодец. Ты, я тебе скажу, вот хорошо выглядишь. Спасибо. Сдавая так рано, то есть, и заниматься спортом, это говорит о том, что нужно. Я попросила Андрея это сказать. Ну, представляешь, не активная ведущая, что она может дать своему зрителю. Потому что мы же в первую очередь, что мы делаем? Мы дарим эмоции, наша профессия в этом заключается. Тебе это важно? Да. Мне очень важно. Мне очень важно, чтобы вокруг всех было хорошее настроение. Дорогие зрители, иногда посидеть на диване, это тоже неплохо. Но только с 6 утра до 9 утра, когда вы смотрите программу Доброе ранец и Беларусь. А потом нужно жить активно, дарить радость, позитив и добро другим людям. И желательно себе тоже, потому что движение это жизнь. Поэтому занимайтесь спортом.